Итак, я всех снова приветствую, с вами Дима, и сейчас я постараюсь пройти Geometry Dash в режиме платформера. Для этого я зашел на приватный сервер 2.2. Кто не знает, это та самая версия из будущего, которая еще как бы не вышла, но при этом у игроков получилось все это реализовать. И как видите, тут конечно просто жесть, изменено абсолютно все. Иконок здесь просто огромное количество, много всего нового. Короче, ребята, если вам это нравится, то ставьте лайк. Как вы понимаете, здесь есть о чем рассказать. Ну а пока что я ограничусь просто прохождением в режиме платформера. Мы пишем Stereo Madness, выбираем платформер и собственно пробуем во все это играть. Это конечно будет очень интересно, потому что я могу проходить вот так, могу развернуться и допустим спрыгнуть вниз. Я на самом деле очень жду, когда этот режим игры добавят в официальную Geometry Dash, тогда можно будет реально поразвлекаться. Кстати, как корабль? Что это? Это у нас джетпак получается. Я просто очень давно играл в эту версию, наверное года 2 назад. И я что-то мог забыть, тем более тут выпускали обновления, много чего добавили. Поэтому, ребята, будет очень интересно на все это посмотреть, что это было, что это за кнор. Ладно, все, проходим заново. Но перед тем, как продолжить, я бы хотел вам кое-что рассказать. Недавно мне на глаза попалась интересная онлайн игра про Россию, да еще и на телефоне. Поэтому я бы хотел поделиться с вами такой находкой, как BlackRussia. Это крупнейшая мобильная игра по мотивам реальной России. Тут есть все, реалистичные локации и автомобили, множество развлечений и интересных работ. А самое главное, что все это абсолютно бесплатно. Для хорошего старта я договорился о специальном промокоде Nellis, который подарит вам секретный автомобиль и вип-статус на 6 часов. Поэтому скорее беги по ссылке в описании и качай BlackRussia всего в пару кликов. Прошли мы стерео-матнес, а это было не сказать, что сложно. В принципе, геймплей тут не особо как-то поменялся. Мы увидели только куб и корабль, поэтому мне сейчас еще интересно посмотреть на шар. Для этого мы зайдем в Cycles. Геймплей, опять же, я бы не сказал то, что усложнился, потому что я могу всегда зажимать кнопку вперед и проходить все это. Но при этом я могу немного поразвлекаться, повернуться вот сюда назад и умереть. Ладно, я так делать больше не буду, потому что это не очень весело. Проходим вот так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, все, мы дошли до шара. Не сказать то, что это прям что-то особенное. То есть он работает точно так же, как куб. Я могу просто ходить влево-вправо и нажимать прыжок. Точно так же, как и на кораблике. Но все равно это что-то новое, это очень прикольно. И, кстати, мы когда поворачиваемся, смотрите, я сейчас нажимаю влево, но при этом иду вправо. Когда я нажимаю вправо, то иду влево. Короче, это может немного сбивать. Я про это как-то не подумал, но тем не менее я как-то справляюсь, потому что что-то... Как-то немного меняется физика в этом режиме платформера. Я это раньше не замечал, но при этом сейчас это прямо счетливо видно. Видите, как я в эти блоки врезаюсь? Это что-то странно. И тут я тоже прыгаю как будто не полностью, потому что ударяюсь об верхние блоки. Короче, это интересно. Будем дальше разбираться, что это вообще за режим игры. Интересно, как будет хюфошка выглядеть вообще. Не, плющит, конечно, конкретно. Корабль уже для меня довольно привычный, поэтому я могу это вообще без какой-либо запинки проходить. Куда я упал? Алло, подождите, что это? Я в блоке провалил! Что это за бред? Что это? Не, ну физика меняется конкретно, конечно, потому что я сейчас зажимаю кнопку, и при этом оно как-то проходится вообще не так, как надо. Хотя я, по сути, кнопку вперед не отпускаю. Это обычное прохождение. Я просто лещу вперед и прыгаю. Но, как видите, физика прыжков все равно как-то меняется, поэтому получаются вот такие вот интересные сливы. Разворачиваемся в другую сторону. Я сейчас нажимаю движение вправо, но при этом двигаюсь влево. Это, конечно, вообще неудобно. Но, учитывая то, что я довольно-таки опытный игрок, кораблей, играм, либо какими-то еще способами. Короче, мне это уже все знакомо, я это знаю. Поэтому то, что мне надо в другую сторону... Что это? Я поначалу думал, что у меня никаких проблем не возникнет, потому что, по сути, это обычное прохождение, немного фановое, но тут присутствует огромное количество багов. Поэтому это будет намного интереснее, чем я думал. И мне уже поскорее хочется посмотреть на какую-нибудь волну, на паука, на свинкоптер, потому что он тут тоже присутствует. Но перед этим надо будет еще попробовать пройти клапстеп. Я надеюсь, у меня это получится. Если вы подумаете, что тут ничего особенного нету, но я просто прохожу уровни, ничего как бы сложного, то посмотрите на вот это. Я 10 минут проходил теорию в Everything, которую я всегда прохожу с первой попытки. Я не знаю, что сейчас будет на клапстепе. Я попробую как-нибудь пофаниться. Иногда буду останавливаться, расслабляться, потому что, ну, не зря все-таки я играю в платформеры. Мне надо этим как-то пользоваться. Вот, в общем-то, можно вот так вот даже сделать. Немножко руки отдохнуть, и все. Полетим дальше, поехали. Конечно, музыка немного сбивается. Также, как видите, задний фон поменялся. Как будто я уже дошел до 50%, но на самом деле это не так. Просто почему-то, ну, я уже умираю, но почему? Короче, когда я стою на месте, как вы понимаете, музыка не останавливается, она идет дальше, и получается так, что она потом просто отстает. И то же самое касается всяких эффектов, цвета заднего фона. Я не знаю, почему так сделано. Почему цвет фона не меняется в тот момент, когда я здесь нахожусь. Это как-то... Почему я перелетел? Что с физикой? Короче, я не знаю, почему меняется задний фон, потому что, по сути, я еще не дошел до этих триггеров. Подождите, вот сейчас я перелечу, да? Хорошо, я остановлюсь и не буду тут прилетать. Надо предельно аккуратно делать, потому что физика реально меняется, и я не знаю, что с этим делать. Так, сейчас проходим довольно сложную юфушку, она тоже почему-то с измененной физикой. Ну ладно, мы ее прошли, главное сейчас нигде тут не застопориться. Вот 66% баунс. Я не знаю, зачем мне дают эти ачивки, просто дайте мне до конца это пройти. Не надо изменять физику, не надо тут больше никаких приколов делать. Потому что реально в некоторых местах мне надо останавливаться и проходить не так, как я прохожу обычно, потому что реально физика изменена. Я не знаю, с чем это связано, но имейте в виду то, что не каждый уровень можно будет пройти с помощью режима платформера. Потому что вот даже, вы наверное видите, вот как юфошка, она прыгает поменьше, чем должна. Высота прыжка изменилась, конечно, конкретно. И то же самое касается короб... Как я не умер? Нет, подождите, мне надо отдохнуть, потому что тут какой-то ужас происходит. Давайте вот так вот спустимся. Не будем спешить, потому что мне уже как-то надоело тут спешить и постоянно проигрывать с этой измененной физикой. Я пройду вот так вот, ребята. Я не буду никуда торопиться. Вот так вот под... Я так подумал, на юфошке по сути это только преимущество. Потому что когда она прыгает немножко пониже, то таким образом легче все это проходить. Наверное останавливаться пока не буду, потому что место реально напряженное. И если я буду останавливаться, то будет только сложнее. Так, все. Вот так, вот так попозже. Вот так, вот так. Вот это просто жесть, я не знаю. Так, с этой измененной физикой... Ой-ой-ой, реально... Что? Я опять дошел досюда, господи. Я прохожу это, я это прохожу. Я надеюсь, у меня сейчас это получится. Все, наконец-то. Вы сейчас увидите, сколько времени я на это потратил. А я сам боюсь на это смотреть. Сколько? 23 минут. Клапстеп, чтобы вы понимали. Я с первой попытки всегда прохожу. Точно так же, как теорию of everything. Я не знаю, почему у меня столько времени ушло. Настолько физика сильно меняется. Фу, давайте я немного расслаблюсь. Хочу зайти на hexagon force. Потому что это у нас первый уровень, в котором присутствует раздвоение. И очень интересно будет посмотреть. Опять физика застопорилась. Я тебя люблю просто. Ой, а что это? Ничего себе, это как зло. Что это? Я не понимаю, как это пройти. Давайте я попробую вот сюда вот наверх забраться. Здесь сделаю то же самое. И пройду вот сюда. Все, наконец-то. Так, и теперь пробуем раздвоиться. И у нас... Алло, откуда? Алло? Это типа невозможно? Вот это, конечно, очень сложно. Я не знаю, как это нормально, можно адекватно проходить. Кроме как вот так вот. А это как бы неадекватно. Да что такое? Почему меня сталкивает? Все, наконец-то мы до сюда дошли. Короче, видимо, это невозможно. Потому что, когда я захожу в этот портал раздвоения, то наша вторая иконка остается где-то сзади. Почему-то физика как-то багается. Может, это можно как-то исправить? Оно куда-то вперед побежало. Не надо, пожалуйста. Оно где-то умерло. Короче, поскольку тут изменена физика, верхняя иконка почему-то двигается не так, как нижняя. Ну, скорее всего, это просто невозможно. Давайте тогда попробуем поиграть на волне. Кстати, посмотрите. Тут можно где-то в середине слова поставить вот эту вот строку и стереть. В оригинальной Geometry Dash так нельзя. И это очень сильно напрягает, когда там, допустим, ты ошибся. Вот я хочу написать Blast Processing. Я допустил вначале ошибку, и мне надо как-то это исправить. В оригинальной Geometry Dash мне надо стирать все полностью. А тут можно вот так вот нажать и исправить. Это, конечно, очень удобно. Я очень жду это обновление, потому что тут даже вот в таких мелочах настолько все удобно. Играем в Blast Processing. Надеюсь, тут таких же багов не будет, как было в каком-нибудь Club Step. Окей, переходим на волну. И, собственно, ничего такого прям особенного нет. Все точно так же, как я ожидал. Мы можем влево полететь, можем вправо. Сейчас еще интересно посмотреть на двойную волну. И она просто зависает. А, она вон она сзади. Ничего себе. А почему ты так отстаешь? Алло, подруга, куда полетела? Я не могу понять, что происходит с той волной. Я, по сути, могу так вот дальше проходить. И ничего страшного. Но если бы я повернулся обратно, то та вторая волна, которая зависла, она последовала бы вместе со мной. Я не знаю, почему это так работает. Почему-то вторая иконка, которая появляется в этом портале раздвоения, она просто не хочет со мной идти вперед. Она идет только назад. Короче, это, конечно, баги этой версии. И мне интересно уже посмотреть, например, Geometrical Dominator. Потому что это все-таки новая версия. Там много чего добавлено. Есть на что посмотреть в этом режиме платформера. Поэтому давайте попробуем. Мне кажется, что по большей части мы, конечно же, смотрим на баги. Вот, например, опять же, я не долетел туда только из-за того, что другая физика. Перемещаемся вниз и летим на волне. Что это? Так, у нас тут забагались, как видите, муфт-триггеры. Это связано с тем, что я останавливался, и они активировались где-то там впереди. Короче, я этого даже не увидел. Потому что мы, конечно, можем остановиться, но уровень музыка, вот это все следует... Что? А почему все невидимое стало? Алло! В общем, как вы поняли, я могу, конечно, проходить этот уровень, как обычно. Но если я остановлюсь, то уровень не останавливается. То есть тут задний фон все так же меняется под музыку. Муфт-триггеры выдвигаются. И если мы сейчас зайдем вот до сюда, вот до этого корабля, то мы увидим то, что тут все уже сдвинулось. И, ну, короче... А, я могу тут все-таки пройти, но, как видите, анимации уже воспроизвелись где-то секунд 20 назад, и поэтому оно сейчас вот так на месте стоит. Странно, это, конечно, все работает, потому что оно должно все активироваться по мере моего прохождения. Но, как видите, разработчик не рассчитал то, что я буду в этом режиме играть в официальный уровень. Поэтому, да, вот так вот тут все работает. Сейчас у нас будет то самое место, которое почему-то было невидимым в какой-то момент. Я не знаю, мне, наверное, тут надо будет сейчас постоять. Вот тут я постою, просто подожду, когда это все появится. А, ну, теперь вот так мигать будет? Ладно, все, я успеваю. Вроде все, нормально. Оно началось позже, чем надо. Но мы постояли, подождали. Так, я завис опять. Алло, ну почему я зависаю? Видите, я вот тут вот торчу немного. Я нажимаю на кнопку, но я не выбираюсь отсюда. А что мне сделать? Подождите, это все? Это типа баг в этом уровне? И мне это не пройти? Ну, видимо, да. Давайте я просто посмотрю, как здесь это все работает. Начнем это проходить. А, кстати, я же могу вот так сделать. Да, да, да. Уже немного меняется механика волны. И... Ой-ой-ой, как это сложно. Так, все, проходим вот так. Проходим вот эту вот юфошку. Оно двигается, кстати, так, как и должно быть. Возможно, этот уровень рассчитан на то, чтобы его проходили в платформере. Но я пока что этого не понимаю. Я сейчас увижу это, когда мы будем проходить дальше, потому что там будет огромное количество анимаций. Ну что? Что с физикой? Ну почему? Ну я же не должен был там умирать. Ой-ой-ой, а тут теперь как-то по-другому. Мне хотелось бы поподробнее рассмотреть эту версию. Возможно, я выпущу еще один ролик. Буду ждать вашу реакцию. Но если вам нравится этот режим игры, эта версия, эти нововведения, то обязательно пишите об этом в комментариях. Также проявите немного активности, потому что, ну все-таки, это довольно-таки сложно. Все, проходим это наконец-то. Ну нет, не рассчитано это, на то, что я буду проходить в таком режиме, потому что, да, вот видите, боссы, они как-то раньше сработали, чем надо. Поэтому уровень немного залагал. Короче, я сомневаюсь, что у меня получится это полностью пройти. Давайте перейдем уже к фингердэшу. Это будет очень интересно, потому что там есть паук, есть огромное количество триггеров, и как это все будет работать, честно, я без понять. Так, ну вроде в начале пока что ничего такого. Ты че, ты че совсем? Меня какой-то дракон взял и плюнул. Ты че, совсем что ли? Так, подождите, надо сейчас, наверное, перепрыгнуть это. А, теперь он, теперь он опоздал немного. Ну все, не получилось, не фартануло у этого дракона. На второй раз я не попадусь уже. Так, хорошо, смотрим теперь. Да, посмотрели на паука. Не, ну эти баги, конечно, удивляют меня все больше и больше. Как мне теперь тут умереть, что мне сделать, почему я между стен застрял? Так, пробую еще раз, надеюсь, что сейчас я так не застрял. Ну все, получилось, наконец-то. Так, смотрим на паучка. Ну короче, да, прикольно. И тут у нас застопорилось немного. Я так понимаю, то что мне надо не останавливаться, а просто проходить. Дальше вроде как таких мест быть не должно, поэтому... Да что такое? Ну почему? Тут надо как-то вот так вот останавливаться, потом вот так вот прыгать. И я уже как бы опоздал. А нет, еще нет, еще нет. Я еще могу это пройти. Так, проходим. Все, как видите, вот тут шарики уже не вылетают, потому что, опять же, это уже все произошло. Так, а как здесь? Тут, походу, уже как раз таки невозможно. Ну ладно, я, в принципе, уже оценил этот уровень. Я бы хотел еще что-нибудь тут посмотреть. Например, ничего себе, тут столько всего добавили. Это просто жесть. Ну эти сундуки, я так понимаю, я не могу открыть. Или могу? Подождите, давайте потыкуем много раз. Что тут пишет? Каждый раз что-то разное. Розы красные, фиалки синие. This is not 2.2. Да, мне этим намекнули, что надо дождаться 2.2, а потом уже все это открывать, потому что, ну, здесь это сделать как бы нельзя. Я могу только вот эти вот старые сундуки пооткрывать. Но в оригинальной версии я их уже открыл, поэтому мне кажется, это неинтересно. Да, хочется уже поскорее вот все это увидеть. Поэтому остается только ждать. Ну а пока что у нас есть только вот эта вот версия, в которой тоже можно что-нибудь поизучать. Если вы хотите все это увидеть, ребята, я, конечно, записывал 2 года назад, но это была совсем другая версия. Тут много чего добавили с тех пор, поэтому если вы хотите все это увидеть, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик и пишите свое мнение в комментариях. Ну а я буду прощаться. Спасибо за просмотр. С вами был Дима. Всем пока.